Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Александр Ассохин, Игорь Рысев и вновь в эфире «Бородатый дневной разворот». Ну что, прошлую тему мы закрываем. Мы не закрываем прошлую тему, мы немножко еще о ней поговорим. Ну поговорим, но мы сейчас будем ее закрывать. Говорили мы по поводу... Приступаем к закрытию. Да, 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 к завершению. Говорили мы по поводу ярмарки на Комсомольской площади, что возможно, да скорее всего, наверное, уже будут власти что-то с ней делать. Где-то ее закрытие. Так или иначе, ярмарки на Комсомольской площади больше, скорее всего, не будет. Там будет парковка. Пока так. Ну и, собственно, почему пока так? Потому что на нее уже и деньги выделили, 5 миллионов рублей согласились депутаты направить на ее создание. И самое интересное, что голосование по этому поводу среди них было проведено накануне по телефону. Настолько это важный и серьезный вопрос. Там работает около 150 предпринимателей. Некогда собираться. Через ярмарку, как они говорят, по их подсчетам примерно проходит до 5000 человек в день в летнее время. Ну и, собственно, вот так по телефону, почему бы и нет, быстро проголосовали, все решили. Может быть, там ребенок у депутата взял телефон. И да, вроде да, он согласился. Можно так заседание в Гордуму проводить, мне кажется. Почему бы и нет, и нам удобнее. Или по скайпу, или по скайпу. Скоро до этого, мне кажется, дойдет. Вот эмоционально у нас довольно-таки высказывались предприниматели, участники пикета, который накануне был. Собираются они идти к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской области Андрею Вавилову. Может быть, что-то и решится как-то в их пользу. Ну и также на очередной пикет, скорее всего, соберутся. Будем за этим следить. Ну а мы вас спрашивали на нашем сайте ехакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте ярмарку на Комсомольской в Кирове. По вашему мнению, что с ней надо сделать? Нужно сохранить в существующем виде. Нужно преобразить и сохранить. Нужно ликвидировать. Вот я смотрю результаты на нашем сайте. Большинство, 43% практически проголосовали за вариант нужно ликвидировать. На втором месте нужно преобразить и сохранить. И на третьем нужно сохранить в существующем виде. Что удивительно, у нас аудитория всегда разделяется. То есть по каким-то таким вопросам щепетильного характера, что касается, допустим, сохранения той же ярмарки. То есть, казалось бы, она в первую очередь рассчитана на людей более старшего возраста. Туда должны ходить пенсионеры, взрослые люди, которые знают толк о том, где купить кабачки или безрукавку, как мы уже поняли в минувшем часе. Но у меня большинство, ВКонтакте, молодежь, 53% проголосовали за то, что нужно преобразить и сохранить. Может быть, половина из этих людей не была там никогда. Они узнали от нас сейчас, что есть там такая ярмарка. И говорят, пойдем сходим. Там действительно дешевле. И может быть, сейчас увеличатся продажи. Санкции, запреты, навоз продуктов, каких-то еще что-то. Понятно, пойдем мы на ярмарку, где кабачок стоит 20 рублей, а не 32, как в магазине. Ну и, собственно, на втором месте 37,5% нужно ликвидировать. И нужно сохранить в существующем виде 9,4% совсем немного. Ну, понятно, что в существующем виде она не представляет большого интереса. Так поэтому предприниматели и предлагают, что нужно преобразить, но сохранить. Предприниматели хотят ложиться, но при условии том, что с ними продлят договор хотя бы лет на 5, чтобы они знали. Потому что это условие бизнеса, на самом деле, одно из самых первостепенных. Я не понимаю, почему до сих пор до этого не доходит в России. Чем дольше у тебя есть времени на то, чтобы развивать свой бизнес, когда тебя никто не трогает, тем лучше и государство. Но в России все по-другому. Ну что, переходим к следующей теме. В России, также связанное в какой-то степени с предпринимательством, Вятская торговая промышленная палата попала в поле зрения мошенников. А именно президент Николай Михайлович Липатников. На предприятия Кировской области начали поступать подозрительные звонки. Ну вот пытаемся мы дозвониться до Николая Михайловича, чтобы он так рассказал. Да, ну пусть он расскажет. Все, ладно, мы больше ни о чем говорить не будем. Мы пытаемся дозвониться до Николая Липатникова. Пусть он сам расскажет, что за подозрительные звонки от его имени поступают на кировские предприятия. Он у нас на линии? На линии. Он у нас на линии. Николай Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Что за подозрительные звонки поступают от вашего имени на предприятия городские? Ну, я так думаю, что мы столкнулись и меня, и горожане столкнулись с одной из известных фонд мошенничества. С подобными примерами уже встречались, кстати, наши коллеги из Удмуртии. Я буквально вчера говорил с руководителем меспубликанской палаты. И мне пояснили, что звонки шли с одной из колоний. Сегодня же это не представляет большого труда. Но суть не в этом. Мы все благотворительные акции в рамках палаты реализуем совместно с социальными партнерами, в частности, Кировским областным отделением общероссийского фонда «Российский детский фонд». Делаем это максимально открыто. Размещаем информацию на сайте палаты. Ну и помимо телефонных переговоров, конечно, личных контактов наших сотрудников с руководителем предприятия и организации обязательно направляют официальные письма. Так как, согласитесь, что бухгалтер любого предприятия, а мы с членами палаты работаем только в открытом режиме, может проводить отчисления на основе письма официальных. Николай Михайлович, да, это понятно. А как вы узнали о звонках? Кто вам сообщил первый? Это элементарно. Вы знаете, вот я как раз это и хотел заметить, что очень быстро, правильная, позитивная реакция руководителя, звонок от директора предприятия Заровского из Суны, Чепецкого химкомбината. То есть они сами поняли, что что-то не так? Да, да, да. А что? Первый сигнал, значит, когда соединялись с директором, директор говорил, нет, вы не Липатников, мы голос Николая Михайловича знаем. Мошенники что хотели? Что они хотели, что они говорили, просили? Я сейчас скажу. Вот когда, значит, соединяли, конечно, денег, что может мошенник просить? Денег на лечение онкологического больного ребенка, на сотрудника палаты, который заболел. Слава Богу, у нас сотрудники палаты здесь и здоровы. Вот, денег хотели, но хорошо, что вот все наши люди провели бдительность. Почему мы сочи необходимый материал немедленно распить на сайте? Я благодарен средствам массовой информации за повтор. Ну, чтобы не поддались, но наивных людей, я надеюсь, у нас нет. А вы в полиции сообщали ведь уже, правильно? Да, конечно, конечно. То есть они сейчас разбираются, они, собственно, и узнали, да, что из колонии звонили? Да нет, из колонии это пока узнали наши коллеги из Удмуртии. Я думаю, что схема повторится и здесь. Ну, то есть, а в Удмуртии там примерно такая же была ситуация, да? Звонили, чтобы помочь? Да, такая же, но годом раньше, да. Но годом раньше. Есть ли уже пострадавшие, то есть вот... Да нет, вы знаете, я думаю, что вот сейчас, учитывая, что большая информация прошла, любой пострадавший нам бы позвонил. Я думаю, что у нас руководители предприятия очень трезвые люди. И понимают, когда, кто, на какие цели просит деньги. Ну что... Николай Михайлович, спасибо, что вы нам все объяснили. Я думаю, что эта информация будет полезна не только нам с Сашей. Если нам кто-то позвонит и попросит денег... Будьте бдительны, всем скажу. Будьте бдительны, пожалуйста. Да. Спасибо. Николай Михайлович Липатников, президент Советской торгово-промышленной палаты. Если вам позвонят и скажут, что нужны деньги, и вам звонит Николай Михайлович Липатников, вы не верьте сразу, вы проверьте, чтобы не попасться в руки мошенников. Ну, будем следить за ситуацией, посмотрим, может быть, и вправду это кто-то из колонии звонил. Может, это кто-то, какой-то шутник. Ну, поживем, увидим. Я думаю, правоохранители должны разобраться. Да, заявление, по крайней мере, есть, как нам сообщил Николай Липатников. Ну, а сейчас мы разворачиваемся и переходим на другую тему. В абсолютной степени, да. Что, мы ждем этой ссылкой режиссера отбивки? Нет, нет, все в порядке. Пусть продолжим без этого. Но вы уже успели понять, что теперь у нас будет другая тема. У нас в гостях Олег Николаевич Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И он не просто так сегодня у нас, а чтобы мы с вами смогли узнать, как можно отпраздновать День авиации. День воздушного флота. Именно так. На аэродроме Кучаны. Ну что, Олег Николаевич, расскажите, что будет происходить 16 августа? В это воскресенье мы уже четвертый раз отмечаем День воздушного флота России. Это праздник всех гражданских авиаторов, потому что есть еще День военно-воздушных сил, который отмечают военные летчики. Сколько существует наша компания, столько лет мы этот праздник проводим. Это праздник для людей, которым интересна авиация. Это праздник в значительной степени для детей, которые интересуются самолетами и вертолетами. И на этот праздник у нас ежегодно приходит от полутора до двух тысяч человек. Вход у нас бесплатный, свободный. Вход там будет у нас развлекательная программа, будет розыгрыш бесплатных полетов на различных самолетах. Вот мне интересно, вы говорите о том, что четвертый год подряд уже, по крайней мере, ваша компания занимается организацией этого праздника. А как поменялся он за вот эти четыре года? То есть он же разросся, он стал масштабнее, я так понимаю. И как поменялся контингент людей, которые приходят, чтобы отпраздновать этот день? Поменялся он не сильно. Единственное, что каждый год все больше желающих прокатиться на самолете, то есть выиграть в какое-то соревнование или конкурс, проводимый ведущими на самолетах. Поэтому мы сейчас увеличили количество таких мест для бесплатного катания. Увеличилось количество людей. По сути, программа праздника сильно не поменялась. Что она из себя представляет, чтобы, допустим, слушатели, которые сейчас хотели бы, вот у нас был тоже эфир про вязких лошадей, которых разводят у нас в Кировской области, а мы бы об этом и не знали. У нас будет праздник авиации, вы можете прийти туда с детьми, вот чтобы эти люди понимали, куда идти и что они там увидят. Давайте мы им расскажем немножко по программе, прямо пробежимся. Для семейных, мне кажется, в первую очередь это будет интересно. Вы сами сказали, что очень много детей сейчас приходит туда. В этот день праздник начнется с прыжков с парашютом. Спортсмены-парашютисты будут прыгать в зависимости от погоды, либо с тысячи, либо с двух тысяч метров. Если с двух тысяч метров, там будет фаза затяжного, свободного падения. Потом они раскрывают парашют. Если тысяча метров, то это практически сразу. Они парашюты раскроют, но они будут с шашками, они будут с флагами на разноцветных куполах. Это красиво, зрелищно и интересно, особенно тем, кто никогда не видел, как происходят парашютные прыжки. Затем у нас будут показательные полеты всех воздушных судов, которые будут у нас на площадке представлены. Это Буан-2, Ми-2, Цесна, итальянский двухместный маленький самолет Sky Arrow, который к нам уже который год из Ешкаралы прилетает. Это автожир, такое очень интересное воздушное транспортное средство смеси самолета и вертолета. Большинство людей таких летательных аппаратов не видело, им интересно посмотреть. Автожир, это почему называется автожир? Это от английских слов autogero, самовращение. То есть там, скорее всего, идут, как они называются, пропеллеры? Винты. Винты, винты, да. То есть они на лопасти, на крыльях? Нет, у автожира крыльев нет вообще. У него есть сверху винт, как у вертолета, но он, в отличие от вертолета, не раскручивается двигателями, а вращается произвольно, самостоятельно, за счет набегающего напора воздуха. Что еще? Есть еще толкающий винт у этого же воздушного средства, который его толкает, как самолет. Вот самолет, винт толкает этот самолет, скажем, раскручивается несущий винт, он создает подъемную силу, а поступательную силу создает толкающий винт. Очень необычное транспортное средство. Я сам пока он к нам не прилетел, не понимал, как он летает, честно говоря, но он летает. И какие еще там будут необычные штуковины, я так скажу? Ну, ничего необычного больше там не будет. Будет развлекательная программа от ведущих, будут там различные точки торговли, будут художники, будет возможность там выковать себе монетку и прочее. Ну, то, что бывает, в общем-то, на развлекательных мероприятиях. Ну, то есть это такая большая ярмарка, но с уклоном в авиацию. Ну, это такой пикник выходного дня, когда над рядом постоянно летают самолеты. Тем, кто этим интересуется, это всегда интересно посмотреть. Вот по поводу, если немного отойти от темы, прыжки с парашютов на аэродроме Кучаны. Если, ну, предположим, вот я хочу, может быть, кто-то из слушателей также нас услышал и задался вопросом, а вот возможно ли прыгнуть и что для этого надо? Ну, мы организацией прыжков не занимаемся, этим занимаются наши коллеги из Порошина, из клуба ДОСААФ. Мы раз или два в году проводим показательные прыжки, прыгают уже спортсмены-профессионалы, те, которые подготовлены, не любители. То есть можно будет просто посмотреть, как это делают? Да. Не более того. Начало мероприятия, и как можно добраться будет к простому кировчанину, если, предположим, на каком-то транспорте? Начало мероприятия в 10 часов в этом году мы планируем. К сожалению, общественным транспортом туда добраться довольно сложно. Непосредственно у аэродрома останавливается автобус 140-й, Киров, в глушонке, но он ходит только три раза в день. В 7.45, если не ошибаюсь, в 14.40 и в 15.40. Он отправляется, в 17.40 отправляется из Кирова. Так что едете в 7.45, правильно я понимаю? Другого варианта нет. Но у нас, конечно, 99% приезжают на своем личном легковом транспорте. Либо это вариант ехать до Стрижей, но оттуда тоже вопрос. 6 километров нужно как-то добраться до аэродрома. Ну, я вспоминаю, как мы недавно с нашим шеф-редактором службы новостей Ольгой Болезиной ездили на конный фестиваль. Тоже нам пришлось, конечно, поплутать и пешком походить. Так что, я думаю, 6 километров это не так уж и много на самом-то деле. Ну, кстати, когда у меня возникал вопрос по поводу того, чтобы съездить на недавний байк-фестиваль как раз в Кучанах, я все больше сомневался насчет вот этих 6 километров. То есть, опять же, для тех слушателей, которые, может быть, собираются ехать автобусом, их придется пройти по какой-то вменяемой дороге или все-таки с приключениями и опасностями? Да нет, там асфальтовая дорога, никаких приключений и опасностей. Тогда будьте спокойны, в крайнем случае вы можете пройти 6 километров. Это хорошая прогулка почти на свежем воздухе, хоть и по асфальтовой дороге, от стрижей. Вы просто спрогнозируйте, как лучше поступить, потому что действительно вот этот 140-й автобус, который ходит именно до Кучан, он ходит 3 раза в день. В 7.45 лучше тогда уезжать, если в 10 начало. Можно ли будет туда приехать, я так понимаю, и с палатками ведь, да? С палатками, я думаю, смысла нет. С палатками приезжают те, кто планирует ночевать, вот как на байкерском фестивале. У нас на второй день программы не планируется, поэтому туда имеет смысл брать не палатку, а может быть плед, коврик, что-то, что можно было постелить на траву, полежать, посмотреть, устроить небольшой пикник. Вот такие вот вещи имеют смысл брать. Но по опыту прошлых лет, сколько людей вы ожидаете? У нас от полутора до двух тысяч человек. Три года практика показывает. Но есть какой-то рост, какие-то изменения в этом плане. Но полторы тысячи человек, это немало, мягко говоря. Я так скажу, это, я так понимаю, что чуть ли не одно единственное мероприятие, может быть, даже и в области, да, которое проходит с таким масштабом, посвященное этому празднику. Или есть еще какие-то точки, кто-то занимается еще этим? Ну, на аэродроме Порошина тоже знаю, что отмечают День воздушного флота, и там, в том числе, День ВДВ недавно отмечали, но там, конечно, размах мероприятий совершенно не тот. То есть он рассчитан больше на тех людей, которые непосредственно занимаются в этой профессии, да? Ну да, для узкого круга людей, друг друга знающих, как правило. У вас больше упор делается на привлечение людей сторонних? Да, любых. Вот как раз-таки пять дней назад прошел байк-фестиваль «Взлетная полоса». Как прошел? Расскажите. Прошел он очень хорошо. Я там сам был первый день. Мы предоставили байгерскому клубу землю бесплатно. Организовали для них полеты на самолете. Надо сказать, это наш первый опыт, и он удался. У меня было там определенные сомнения в плане, как себя будут люди вести, насколько будет там сильно распространено алкоголь и его употребление, насколько будет соблюдаться правопорядок, насколько это будет шумно, будут жалобы там с окружающих садов и так далее. Соблюдался правопорядок? Ну, надо сказать, приехал человек пять, наверное, из полиции во главе с начальником Кирово-Чапецкой полиции. И, в общем-то, как мне сказали, работы у них не было никакой. То есть они там ходили, патрулировали. То есть тоже больше отдыхали. Все было абсолютно спокойно. Слушали музыку? Опять же, призыв к господам полицейским. Если вы хотите этот день хорошо провести, можете ведь приехать и отпраздновать день авиации. А может быть, у кого-то из вас возникнет мысль о нестателе пилотом? Мне просто что интересно по поводу байки-фестиваля. Понятно, выступала Юлия Коган и так далее. Чемпионат Европы по мототриалу, как мне помнится, также проводился, нет? Ну, это точно не чемпионат Европы. Это, скорее всего, были показательные выступления. Ну, так заявлялось, по крайней мере. Либо это мог быть его этап, кубка, но не сам чемпионат. И много ли участников приезжало? Ну, не могу сказать. Вот эту тему я не отслеживал. Мы совместно с байкерами строили трассу для мототриала. Выделяли там площадку, бетонные блоки и так далее, технику. И мы планируем вот эту тему мототриала развивать. То есть, вообще, планируется площадка под мототриал временная, но сейчас мы ее решили оставить на следующий год. И вот на следующий год уже можно проводить официальные этапы каких-то кубков или чемпионатов. Ну, вот на байк-фестивале летали на самолетах люди, а в этот раз получится? Если не прыгнуть с парашютом, то на самолете можно? Ну, с парашютом прыгнуть точно не получится, а прокатиться на самолете получится, да. На каких самолетах, что это будет такое? Это самолет Ан-2 будет и самолет Цесна-182. Ну, как я помню, также можно будет ознакомиться с работой пилота, что-то заявлялось такое. Да, можно зайти, будут один или два самолета у нас открыты для посещения. Туда можно будет зайти, сесть в кресло пилота, сфотографироваться, посмотреть, как устроен самолет. Если позволят авиатехники, даже какие-нибудь кнопочки понажимайте. Из развлекательных мероприятий тоже помнится, что должны были быть какие-то гонки. Гонки, они будут на радиоуправляемых моделях, машинках. Не на серьезных. А радиоуправляемых самолетов, вертолетов не будет? В этот год мы решили от этого отказаться, потому что это интересно, но если отойти хотя бы на 50 метров от этого мероприятия, то уже видно, что какие-то точки черные по небу носятся, и больше понять ничего невозможно. Это можно с мухами даже перепутать на большом расстоянии. Это не так зрелищно для большого количества людей, к сожалению. Розыгрыш какой-то будет там происходить? Розыгрыши, да. Будут розыгрыши полетов на всех самолетах. А сколько по времени? То есть, ну, предположим, вот мы с Игорем выиграли билет. Сколько мы можем покататься? Ну, или я один. Полет, он примерно 5 минут составляет. Ну, плюс там заруливание самолета, посадка, высадка. То есть, цикл где-то минут 10-15 получается. Это на какую высоту можно подняться за это время? Высота там порядка 200 метров. Это тоже Ан-2, либо Цесна, да, как я понимаю? Да, Ан-2, либо Цесна. Я еще, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас кроме этого фестиваля еще реализуются два проекта. Во-первых, мы вот первый год успешно провели кружок для детей, юный летчик. В течение учебного года там у нас 9 человек под руководством двух опытных летчиков-инструкторов на пенсии уже, находящихся. Изучали устройство самолета, принцип его управления. Мы для этого организовали там два авиасимулятора в кружке. И дети по 3-4 часа каждое воскресенье туда ходили. И вот из 9 трое уже намерены и посвятить свою жизнь авиации. А сколько, какой возраст у детей? Сколько летом? Ну, возраст это с 7 по 11 класс. Занятия в кружке бесплатные. Это, я так понимаю, дало им какую-то основу для того, чтобы уже поступать профильно в учебное заведение? Ну да, конечно. Они несколько раз выезжали к нам на аэродром, они сидели в кабине самолета. Летали, наверное, тоже. Летали, да. Ну, не за штурмом. Ну, такой опыт дорогого стоит. И вы будете продолжать. Да, и у нас в сентябре новый набор, поэтому мы ребят приглашаем в этот кружок. Куда можно обратиться, чтобы записаться или узнать информацию? У нас есть, наш пресс-секретарь занимается организацией кружка телефон 470554, либо информация на нашем сайте vietkavia.ru. Угу. Это курсы, они бесплатные. Сколько они идут? Они идут год, либо это несколько лет? Они идут учебный год. Начинаются где-то в середине, в конце сентября и заканчиваются в конце мая. То есть какого-то продолжения, там, второй год, второй курс, такого нет? Мы сейчас думаем, что несколько ребят, наверное, останутся у нас на второй год, но в хорошем смысле. То есть вы программу, грубо говоря, корректируете по мере обучения детей? Мы написали очень подробную программу, нас попросили в Центре детского и юношеского творчества, чтобы мы ее разработали. Мы ее разработали, в общем, практика показала, что мы ее по большей части не соблюдали, а большая часть времени ушла именно на летную практику на авиасимуляторе. А вот подобные, кстати, школы есть в других регионах? Кружки есть. Я не могу сказать за все, но вот я был в одном кружке в Москве, познакомился с его организатором. Собственно, это и во мне и зажгло мысль, что такой кружок нужно организовать в Кирове. Это было с такой отправной точки для того, чтобы организовать здесь, в Кирове. Да, да. Еще у нас новшество. Мы сейчас приобретаем кабину от самолета Як-40. Самолеты пошли под распил. Мы договорились, что мы возьмем две кабины, и одну мы планируем поставить в кружке и наладить там, насколько это получится, чтобы это была имитация, максимально возможная имитация настоящего полета в настоящей кабине самолета. То есть там как-то будут установлены какие-то, ну, не знаю, краны, мониторы? Да, вместо стекла устанавливаются мониторы, педали, штурвал, рычаги управления двигателем подключаются к компьютеру. Дорогостоящая вот такая работа по изменению даже? Когда закончим, тогда скажу. Ну, пока вложение, да, приходится делать. Это, как я понимаю, также дети будут заниматься, либо кто-то простой желающий сможет почувствовать себя в кресле пилота? Желающих очень много. У нас, когда мы набирали в прошлом году кружок, половина звонков была от взрослых. Можно ли нам принять участие? Ну, на самом деле, я бы тоже. Я помню, что вы рассказывали же, по-моему, что у вас ребенок ходит, и с ним, по-моему, отец, да? Отец, и еще ходил мужчина там около 57, если не ошибаюсь, лет. Он практически все время ходил вместе с детьми. Ну, никак не получилось ему отказать, настолько он был настойчив. То есть, в принципе, это может стать семейным занятием. Вы можете вместе с ребенком изучать это дело, по большому счету. Ну, да, хотя этот центр, он подразумевает детские кружки, где мы бесплатно проводим эти занятия. Но есть взрослых, которых не выгонишь. Нас туда не поймут, если мы будем набирать взрослых. Да и задачи у нас такой нет. Но почему-то получается. Да, это интересно всем, но не только детям. Давайте ребенка, и пусть вам он отчитывается, а вы втихаря тоже учитесь у него тогда уже. Ну, мне кажется, замечательный досуг вместе с ребенком, отлично. Ну, я думаю, стоит напомнить по поводу праздника Дня Воздушного флота России на аэродроме Кучаны. 16 августа в 10 часов. Так что, я думаю, Игорь, в этот раз ты доедешь до Кучаны? Я постараюсь. В 7 часов надо вставать, чтобы на 7.45 успеть на автобусу. Если у вас есть машина, то просто грех не воспользоваться этой возможностью и не съездить на День авиации на аэродром Кучаны. У нас был в гостях Олег Николаевич Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Олег Николаевич, спасибо большое, что пришли. Но сейчас мы уходим на небольшую рекламу, а после викторина. История создания. Внимательно слушайте загадку историческую, и у вас будет возможность выиграть приз, сертификат от нашего спонсора завода «Ветич». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Дневной разворот в Кирове. Игорь Рысев, Александр Асохин. И вот уже у микрофона Владимир Сметанин. Здравствуйте. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Здравствуйте, здравствуйте. Все верно, это викторина «История создания», в рамках которой я рассказываю какую-то историю из жизни «Вятки», затем озвучиваю вопрос. Вы на него отвечаете, дозвонившись в нашу студию по номеру 708-502, и в том случае, если правильно отвечаете, то получаете сертификат на одну тысячу рублей либо в ресторан «Райком», либо в пивной «Дворик». В общем-то, приличная сумма, и на эту сумму можно очень даже хорошо отдохнуть в упомянутых этих заведениях. А, кстати, в очередной раз предлагаю порадоваться за «Вятский квас», за компанию «Вятич». Все дело в том, что на днях на заводе побывала делегация из Китая, хотя я еще, правда, не знаю, может, она до сих пор там еще гуляет по заводу, потому что там же угощают, да? Может, они еще не успели выбраться. А приехали к нам китайцы за тем, чтобы заключить договор поставки «Вятского кваса» туда, в Китайскую Народную Республику. Уже осенью планируется начало продаж кваса в Поднебесной. Расширяемся, расширяемся. Да, ну и надо упомянуть о том, что в этом году «Вятский квас» уже добрался до Германии и до Соединенных Штатов Америки. Он там уже продается. Вот так. Здорово? Для компании «Вятич» очень здорово, думаю, что. Здорово. Здорово. Ну, давайте уже ближе к Виталии переходить. Игорь, ты левша или правша? Правша, конечно. Я тоже правша. Тоже правша. Не повезло вам. Сегодня мог бы быть у вас праздник. Все дело в том, что сегодня Международный день левши. Именно сегодня, 13 августа. Кто? О, наш звукорежиссер. Денис. Денис, поздравляем тебя. Денис, а, кстати, ты знаешь, для чего вообще этот праздник организован? Первый раз поздравляю человека с ним, что он левша. Денис, ты знаешь, для чего праздник организован этот? Нет? Он мотает головой и говорит, что да. Показывает в область шеи. Понятно. Нет, на самом деле этот праздник придуман для того, чтобы привлечь внимание производителей разной продукции к левшам. Ну, вы прекрасно понимаете, очень много вещей есть, да, неудобных в использовании для левшей. Например, та же вот компьютерная мышка. Ну, это было в Симпсонах когда-то, открыли магазин специально для левшей. Да. Вот, Международный день левшей. Сегодня, ну, естественно, я вспомнил про левшу, про знаменитого из повести Николая Лескова, да, тульский левша, который блоху подковал. Вот, и как-то плавно от этих мыслей я перешел к всевозможным вятским умельцам, ремесленникам, кустарям, ведь в истории вятки было очень-очень много таких мозговитых и рукастых, что называется, людей. Я хочу сейчас перечислить некоторых из них, о ком-то расскажу вкратце, а на ком-то остановлюсь поподробнее. Вот, смотрите, век девятнадцатый. Житель вятки по фамилии Никулин выточил из кости миниатюрные шахматы, которые легко помещались в спичечном коробке. Он делал также медальоны, браслеты, оправы для очков и цепочки. И вот эти цепочки тоже были из маленьких косточек сделаны. Хитрин из Налинского уезда смастерил часы, ружье, а также сенокосилку, саху и землепашную машину. Наш земляк Чекунов сделал часы, велосипед, глобус и прибор, точнее, изготовил различные сельхозмашины. Вот был еще такой вятский крестьянин Бобров из Котельнического уезда. Он занимался лесохимией. Представляете, получал шерсть из хвои. Шерсть из чего? Из хвои. А это было в «Девчатах». Там говорилось в фильме, что из елки делают варежки твои. Ты с музыкального ликбеза на кино ликбез смотришь? А еще Бобров сделал аппарат для получения сгущенного и сухого молока. Освоил способы изготовления сыра. А вот крестьянин по фамилии Решетников из Орловского уезда в 1885 году сконструировал самостоятельно швейную машину. Построил водяной двигатель, а также машину для изготовления спичек. Данила Нелюбин, о котором я как-то упоминал в викторине «История создания», стал основателем производства вятской гармонии. А еще был, например, Амвросий Ковязин из Истобенска. Слепой мастер, который уникальные подделки делал из капокорня. А вот теперь подробнее хочу о двух умельцах. Вятский мастер Семен Бродников в первой половине XIX века задумал сделать деревянные карманные часы из дерева. Деревянные из дерева. Деревянные, а вернее из капокорня. По легенде, он не ел, не пил, сиднем сидел в заперти и в одиночестве несколько месяцев. Люди так на него смотрели, что он сидит там, кумекает, часы пытается сделать. Настучали, видимо, на него куда следует. Пришли люди, забрали его в сумасшедший дом. Просидел он, значит, около года в этом сумасшедшем доме, когда лекари поняли, что он вообще, в общем-то, адекватно его отпустили. И вот тогда он с удвоенной силой взялся за изготовление этих деревянных часов и таки сделал. На удивление. Известно, что часы его производства даже купил японский император, а позднее тоже часы, эти же, ну, другие, соответственно, изготовленные броником, приобрел. Дмитрий Песков. Будущий император Александр Второй. Ну, так, близко, да. В 1837 году было. Часы его ценились дороже золотых. Заказы на них поступали дюжинами из разных концов России. В старости мастер ослеп. Продолжали его дело его уже сыновья. И вот еще один мастер, тоже легендарный, наверняка многие о нем слышали. Зовут его Леонтий Шамшуренков. Жил он в конце 17-го, первой половине 18-го веков. У него вообще масса изобретений. В частности, Шамшуренков создал проект снаряда для подъема больших тяжестей. И предложил его для поднятия царь колокола. Это, между прочим, 12 тысяч пудов. Для поднятия колокола на колокольню Ивана Великого в московском Кремле. Проект был одобрен. В 1737 году Шамшуренков прибыл в Москву, построил свой снаряд и приступил к подъему. Однако в Кремле случился большой пожар, уничтоживший строительные леса и вот тот самый снаряд, вот это устройство Шамшуренкова. При этом царь колокол упал на землю и от него откололся край, что сделало колокол непригодным. Позже Леонтий еще успел смастерить самобеглую коляску. Рискните, предположите, самокат. Если тебе не нужен твой ребенок. Самобеглая коляска, это, видимо, что-то вроде современной дрезины, то есть по рельсам. А еще Шамшуренков разработал прибор, без которого нельзя представить современный автомобиль. И вот тут я уже вплотную подхожу к вопросу. Прибор, без которого нельзя представить современный автомобиль. Разработал наш земляк, выходец из Ирянского уезда, Леонтий Шамшуренков. Что это за прибор? Подсказок пока не будет? Пока не буду. Напомню, что на кону сертификат на 1000 рублей от компании Вятич. 780-502. Мы уже ждем звонка. Прибор, прибор. Ну, я, честно говоря, подготовил три варианта ответа. Давай пока без них. Давайте пока без них. Времечко еще есть. Любопытно пообщаться. Алло. Здравствуйте, меня зовут Александр. Александр, снова вы с нами, отвечайте. В то время, когда он его изобрел, он назывался верстомер. Измеряющий расстояние. И в это же время, насколько я помню, он изобрел еще и самоход на сани. Самоход на сани, действительно. Так, а вот давайте-ка покумекаем. Вот этот прибор-то автомобильный, он сейчас как называется? Не верстометр ведь? Ну, сейчас он, конечно, не верстометр, не верстомер у него был. Ну, как он сейчас-то, давайте. Ну, мы поняли его. Спидометр. Что? Спидометр. Спидометр? Ну, да. Где указано расстояние, проезжающие. Александр, ну, давайте вот отталкиваться. Да, верстометр, да? То есть, сколько верст пройдено, да? Да. Километр. Ну, километров сейчас в настоящее время. Но ведь это не спидометр, это немножко другое. Я уж так вас пытаю, вы все правильно отвечаете. Да, измеритель расстояния. Адометр это называется сейчас в автомобиле. Адометр. Спидометр это скорость, измерение скорости в мгновенный момент времени. Да. Александр, ну что, ваша очередная победа. Действительно, часы-верстометры, так вот Шамшуренков их назвал, которые ходить будут у коляски на задней оси, будут показывать на кругу стрелкою до тысячи верст. И на всякой версте будет бить колокольчик. Проехал версту, колокольчик побил и так далее. Мне теперь как-то неуютно от того, что в машине есть адометр какой-то. Александр, поздравляем вас, не кладите трубку, еще пообщайтесь с нашим редактором. Вот первый звонок и сразу же первый правильный ответ. Игорь, ты что не знал, что адометр и спидометр, это разные вещи. Спидометр, там где стрелочка со скоростью. Ты едешь быстрее, стрелочка идет вверх. Да, это спидометр. Адометр, если мы сказали, что он считает. А адометр это вот либо электронный, либо механический счетчик километров до 909... Зачем так называть-то его? 999999. Вот максимальное значение может быть. Километра-считалка. А там еще тахометр есть. Тахометр, ладно. Тахометр это величина оборотов двигателя. Правда, тоже не понимаю, что это такое. Ну вот видишь, сколько новых сегодня узнал. Ну честно говоря, конечно, думал, что мы сегодня попытаем наших слушателей. Ну вот первый правильный ответ сразу же. Надо будет потом Александр узнать. Кстати, адометр, спидометр и тахометр. Вот такие варианты ответа я заготовил. Надо будет потом у Александра узнать, откуда он все это знает. Он инженер? Александр интересуется историей, он же говорил. Да, очень и очень даже интересуется. До такой степени прямо. Если вы будете интересоваться историей, вы тоже можете, как Александр, выигрывать у нас сертификаты на тысячу рублей на посещение ресторанов Вятича. И очень много нового узнавать. Это, конечно. Кстати, я забыл еще рассказать о том, что компания Вятич скоро начнет поставки в Китай, да, вятского кваса. Оказывается, что в Китае есть свои местные компании, которые квас варят, которые делают. Это квас или что-то подобное? Нет, они некоторые его позиционируют как вот настоящий русский квас. Китайцам это очень интересно в последнее время. Но, видимо, не очень они до русскости-то дошли. И поэтому решили обратиться к компании Вятич. Это, знаете, как в Финляндии тоже квас на самом деле в почете, но они называют это детским пивом или как-то так. Детское пиво. Ну, что-то вроде того. Ну, то есть что-то такое несерьезное вроде бы, но выпить можно. И делают они его преимущественно сами, почти никогда не покупают. Ну, вот как мы в детстве, помните, ставили на хлебе родители и так далее. Вот у них это на самом деле до сих пор в почете. Они практически не покупают квас в магазине. Ну, вот у нас есть такая традиция новой покупать его там. Все, завершаем. Спасибо. Да, дневной разворот бородатый, дневной разворот завершается. Игорь Рысев, Александр Ассохин. Спасибо, что были с нами. До свидания. Пока.